Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Демушкин, и сегодня мы с вами вновь побеседуем о наших барвихинских страстях. В настоящий момент я исполняю обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинская, и побеседуем мы о том, о тех, точнее, заявлениях, которые на сегодняшний день прозвучали от официальных представителей власти, а конкретно это господин Иванов, глава Одинцовского района, записал целое видео про Демушкина, которое распространил везде. Из этого видео следует следующее, что уволенный Потопчук Герман Валерович на самом деле не уволен и продолжает исполнять свои обязанности, забаррикадировавшись в администрации, где держит с частным ЧОПом оборону, не допуская туда сотрудников. Так вот, господин Иванов в своем видео утверждает, что он исполняет свои обязанности на законных основаниях, что никакого Демушкина в администрации нет, и действительно это так, меня в администрации нет, я сижу напротив этой администрации, вынужден сидеть, потому что там они забаррикадировались, держат оборону, и мы, чтобы не провоцировать какие-то там столкновения и так далее, туда не пытаемся войти, собственно, ну человек сидит там, заперся, ну пусть сидит. Так вот, а, и также сделал заявление у нас официальный представитель губернатора Московской области о том, что стыдно за коллег журналистов, которые множат фейки и непроверенные заявления о том, что вот Потопчук снят с должности, и том, что Демушкин там назначен куда-то, их стыдят. В частности, там РБК, еще там какие-то не буду называть, все, ну, журналистку вот это сообщество. Ну, чтобы не быть нам голословными, давайте его зачитаем. Очень-очень-очень стыдно за тех коллег из РТ, РБК, и кто там еще, кто опять с упорством, достойным лучшего применения, сообщает своим читателям о том, что некоего русского националиста, имеется в виду Дмитрий Демушкин, назначили то ли главой подмосковной Барвихи, то ли кем-то еще там. Написала в своем телеграм-канале вечером 13 мая госпожа Юденич. Так вот, третьими путями мы узнали, что оказывается у нас господин, вот он здесь написан у нас, истец Потопчук Герман Валерович, без должности, безо всякой, просто истец, подал исковое заявление 24 апреля 2019 года. Ответчиком здесь признается глава сельского поселения Барвихинская, председатель Совета депутатов сельского поселения Барвихинского Одинцовского муниципального района Московской области Тиняев Сергей Александрович. И иск он этот подал, исковое заявление, о чем зачитываю, о признании увольнения незаконным восстановление на работе компенсации морального вреда. И знаете, на какой адрес он это написал? Господину Тиняеву Сергею Александровичу. Одинцовский район, деревня Барвиха, дом 40. Дом 40 – это администрация Барвихинского поселения, которую как раз на сегодня захватил товарищ Потопчук Герман Валерович с ЧОПом, и не пускает туда сотрудников и руководителей администрации. То есть он пишет иск, который ему, собственно, приходит надо из захваченного им объекта. Так вот, здесь Потопчук, вот в этом исковом заявлении, признает, что он уволен и просит суд это решение отменить. Вот я вам даже зачитаю, вот здесь вот, что он просит, вот он, чтобы это не было голословным, он, смотрите, помимо шапки, вот он здесь пишет, «Прошу обязать ответчика Тиняева С.А. восстановить меня Потопчука Г.В. в должности ИО руководителя администрации сельского поселения Барвихинского, Одинцовского муниципального района Московской области». Ну, тут он пишет, что это вот увольнение его якобы незаконно, хотя все стопроцентно было законно. И в конце он просит взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Вот он свои моральные терзания в 10 тысяч рублей оценил. Так вот, у меня возникает и у всех здесь вопрос. Господин Иванов, в курсе вот этого вообще иска, искового заявления? Хочу сделать официальное заявление по поводу того, что происходит вокруг администрации сельского поселения Барвихинское. В администрации работают на сегодняшний день 15 сотрудников, исполняющим обязанности руководителя администрации. С марта 2016 года по сегодняшний день является Потапчук Герман Валерьевич. Госпожа Юденич в курсе, которая как представитель губернатора, стыдит СМИ вот этого искового заявления. В этом исковом заявлении господин Потапчук признает свое увольнение. Господин Иванов нам заявляет, что он не уволен и продолжает исполнять свои обязанности. Потапчук сам не уверен в этом. Ну, если он не уволен, то зачем он на администрацию иск подает? На администрацию, которую захватил. И у меня вопрос к правоохранительным органам. Если господин Потапчук уволен, если он сам это признает в исковом заявлении от 24 апреля, то на каком основании он удерживает здание администрации с частным охранным предприятием, не допуская на работу сотрудников и избивая граждан, которые туда пытаются попасть на прием к нему? Господин Иванов не в курсе этого? То есть они с Потапчуком не согласовывали это? Они воюют с нами просто информационно? Или они хотят перейти в правовое поле с нами? Помимо заявлений и того, что они стыдят средства массовой информации, которые дают информацию, абсолютно, кстати, обоснованно мы предоставляем все документы им о назначениях, о решениях совета и так далее. Они вот говорят, мы не видели ни одного оригинала документа. Ну, пойдите, поглядите на них. Вот мы в суд готовы предоставить все оригиналы документов. Когда делают заявление в Потапчук, подают иск о незаконном увольнении. Вот я еще раз зачитаю, чтобы было понятно. Вот мы сейчас ставим, как господин Иванов утверждает, что в захваченной администрации никакого Демушкина нету. Нигде, ни в здании администрации, ни в одном из кабинетов Дмитрия Демушкина никто никогда не видел. Ну, логично, потому что она захвачена. Мы не провоцируем конфликт, не ходим туда, не деремся. Они, может, и ждут от нас провокации, чтобы туда пошли. Мы думаем, что провокативные органы, наконец, займутся этим вопросом, но ведут порядок в этой области. Если сам Потапчук подает исковое заявление, в котором пишет о принятии, о признании и увольнении незаконным, восстановление на работе и компенсации морального вреда. А господин Иванов нам в видео утверждает, что нет, он не уволен, он продолжает исполнить свои обязанности. Давайте дождемся решения суда, может быть, для этого. Перестаньте воевать информационно, перейдите в правовое поле. До свидания. Еще один момент, не относящийся к делу. Господин Иванов, когда записывал видео, видимо, чтобы добавить такую остроту, заявил, что мы не допустим на работу экстремистов вроде Демушкина. Поверьте мне, что депутатский корпус никогда, ни при каких условиях, в этой структуре не поддержит назначение Демушкина, Дмитрия и других подобного рода националистов и экстремистов. Хочу напомнить господину Иванову, что приговор в отношении Демушкина, то есть меня, Нагатинского суда был отменен. Обвинение человека в преступлении с использованием СМИ это уголовно наказуемое преступление. Я, конечно, понимаю, что это классно звучит, экстремист, там вот эти все ярлыки и так далее. Но в будущем я советую избегать вещей, за которые потом, как минимум, в судебном порядке придется отвечать. Как минимум, в плоскости административном, хотя бы с опровержением этого заявления. Я не занимаюсь сутяжничеством, не бегаю по судам, не подаю иски. Но вот эти моменты, стоит за ними тоже следить. Я же вас не называю ворами и жуликами, да? Не обвиняю вас в преступлении. У меня нет для этого оснований, может быть. Хотя я не могу документально это подтвердить. Ну и вы тогда, если у вас нет оснований конкретных, вы не можете, у вас нет решения суда, у вас нет ничего, не переходите до грани личных оскорблений и так далее. Все.